Целью проведения вводного и повторного противопожарных инструктажей является ознакомление работника с местными условиями труда, противопожарным режимом в организации и основными вопросами по обеспечению пожарной безопасности, а также повторение и закрепление требований по обеспечению пожарной безопасности в организации для формирования долговременных устойчивых знаний у работника. Порядок содержания у помещений. Запрещается ограничивать доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности, снимать предусмотренные проектной документации двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара, загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов, фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, блокировать запоры на дверях эвакуационных выходов. Они должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Запрещается Пользоваться шнурами питания и розетками с видимыми повреждениями. Накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. А также эксплуатировать светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника. Применять нестандартные или самодельные электронагревательные приборы. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. В целях исключения перегрузки сети в одну электророзетку не допускается включать приборы и оборудование общей мощностью 2 кВт. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы Ответственный за противопожарное состояние помещения или последний уходящий из помещения по окончании рабочего дня обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, закрыть оконные форточки и фрамуги, запереть дверь, зашторить окна помещения, убрать горючие материалы от нагревательных приборов. Чтобы воспользоваться внутренним противопожарным водопроводом, необходимо полностью размотать пожарный рукав, направить ствол на очаг возгорания, открыть его и крепко удерживать. Второй человек должен плавно открыть пожарный кран. Использовать внутренний противопожарный водопровод для тушения электроустановок под напряжением запрещено. Для того, чтобы эффективно использовать нужные средства для борьбы с огнем, необходимо изучить не только правила пользования средствами пожаротушения, огнетушителями, но и предварительно изучить инструкцию к конкретному прибору. Она может немного отличаться в зависимости от разновидности огнетушителя. Вот основные правила использования прибора для борьбы с огнем. Подходить с огнетушителем к очагу возгорания необходимо с той стороны, где меньше всего вероятность самому попасть под воздействие дыма и огня. Снять пломбу и извлечь блокиратор. Активизировать механизм путем нажатия на кнопку или рычаг. Направлять струю жидкости или порошка с помощью раструба или шланга надо не на языки пламени, а на само горящее вещество. Если огонь распространяется в труднодоступном месте, то струю направлять надо стараться так, чтобы она не сталкивалась с препятствием. Если очаг слишком большой и есть несколько огнетушителей, то необходимо использовать их одновременно, а не по очереди. Конечно, если есть необходимое количество людей. Тушить возгорание необходимо до прекращения тления. Иначе есть вероятность, что огонь вновь разгорится. После того, как вы использовали огнетушитель, его надо перезарядить или заменить на новый и поставить обратно в противопожарный уголок. При работе углекислотных огнетушителей запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 80 градусов Цельсия. Порядок действия сотрудников на случай возникновения пожара. Сотрудник, первым обнаруживший задымление, повышение температуры, запах гари или другие признаки возгорания, должен, не откладывая, вызвать пожарную охрану по телефону пожарной службы 101 или единому телефону вызова экстренных служб 112. Не паникуя и не повышая голоса, нужно по порядку сообщить адрес, место возникновения пожара, степень угрозы для людей и другие необходимые сведения. В конце назвать свою фамилию и номер телефона, с которого сделан вызов. Соблюдая спокойствие, обесточьте рабочее место. Не задерживаясь для сбора личных вещей, покиньте его. При помощи ручных пожарных извещателей оповестите остальных работников об угрозе. Доложите о произошедшем, вышестоящему руководителю, а также сообщите о горении на пост охраны. Выполните команды, поступившие от руководителя и по громкоговорящей системе оповещения. В сильно задымленном помещении и по лестничным клеткам двигайтесь пригнувшись или ползком. Дышать при этом необходимо через мокрую ткань или платок. Пользоваться лифтами запрещено. При выходе из помещения во избежание доступа кислорода к очагу пожара, необходимо плотно закрывать окна и двери. Самостоятельное тушение пожара оправдано только в том случае, если виден очаг возгорания, и к нему можно безопасно подойти на длину огнетушащей струи. Важно! Для облегчения доступа экстренных служб в помещение запирать двери на замок запрещено. Сместо пожара всех сотрудников представительства на улицу производить по пожарным лестницам. Если одна пожарная лестница по какой-либо причине недоступна, необходимо использовать другой пожарный выход. Помните! Ваша безопасность в Ваших руках!